Буквально недавно наткнулся на эту новость. Я сначала думал, что это просто кликбейт, что это просто какой-то яркий заголовок, который привлекает внимание. Оказалось, что нет. То есть Анатолий Дрозденко, губернатор Ленинградской области, он прямо заявил, что он планирует полностью запретить к 2020 году осуществление закупок у единственного поставщика. Причем он сказал, что будут жесткие санкции уже в 2019 году, в переходный период, если организация закупается больше, чем на 50% у единственного исполнителя. Если говорить о моем мнении, то это практически нереально, потому что 54 пункта отражают те нюансы, те фактические ситуации, когда это просто необходимо. То есть, например, часть 9 статьи 93-44 закона говорит про аварийные ситуации, когда невозможно, нецелесообразно, например, порвало трубу, и естественно, что невозможно провести аукцион, выбрать победителя, запросить коммерческие приложения, обосновать максимальную цену и все действия, которые предписаны 44-м законом. Опять же, если это естественные монополии, то сама процедура неэффективна, потому что там единственная организация, которая принята, которая внесена в реестр, и она тоже исполняет в рамках своей деятельности. То есть у нас, соответственно, мы не говорим про искусственные монополии, мы говорим именно про естественные монополии. Это тоже часть первая, например, тоже говорит о закупках у монополий. Я предполагаю, что губернатор имел в виду именно прямые контракты до 100-400 тысяч рублей, которые проходят у единственного поставщика, и от них вполне возможно отказаться, потому что сейчас уже открывается один агрегатор торговли «Березка», когда с 1 ноября уже запускается этот механизм. То есть все происходит, уходит в электронную форму, уже создаются агрегаторы, платформы, которые позволяют как раз-таки там проводить закупки. И вполне вероятно, что в скором времени прямых контрактов уже в том виде, в котором они даже еще сейчас есть, их уже не будет. Поэтому если говорить про привлечение внимания, то, естественно, это сработало, потому что это яркая инициатива, которая заставила задуматься многих экспертов и подумать, как это возможно, почему это произошло и так далее. Если говорить с точки зрения закона, то много ситуаций, много, соответственно, нюансов, которые как раз-таки позволяют закупаться единственного поставщика, когда это оправдано. То есть не просто потому, что обеспечить конкуренцию в этих сферах практически нереально. Если говорить прям про скрепки, то, естественно, все объединяется в лоты, большие канцелярские товары. Если говорить про какие-то точечные моменты, то это все будет приводиться на агрокатор торговли. Все это будет тоже в электронном виде происходить. Многие уже крупные даже платформы из ритейла, например, Юду и Валберес, уже заявили о своем желании интегрироваться и присоединиться к этой системе. То есть очень много порталов, поставщиков Москвы уже обязан будет интегрироваться в единую агрокатор торговли. То есть это будет целая среда для закупок по прямым контрактам. То есть часть 4, часть 5 и часть 28, насколько я помню, будут полностью проходить вот на этой платформе. И там это все будет происходить, естественно, оперативнее, быстрее, но при этом обеспеченной конкуренцией. Потому что сейчас заказчик просто выбирает какую-то организацию и заключает с ним прямой контракт. Зачастую это, и антимонопольная служба это отмечает, что происходит факт искусственного надравления закупок. То есть когда лот, который должен был проходить в форме, например, аукциона, он просто разбивается на 10, например, лотов по 100 тысяч, и таким образом просто заключаются прямые контракты. Естественно, это сильно влияет на общие основы контрактной системы, и, естественно, это не ведет к экономии, естественно, это не ведет к конкуренции, естественно, это не ведет к эффективному расходованию бюджетных средств. И это очень сильно пресекается антимонопольной службой, поэтому, собственно, и принимается вот такого рода решение, чтобы это все еще сделать более прозрачным, более наглядным, и чтобы все исполнители-поставщики знали, что есть вот, помимо ЕИС, есть еще вот такая платформа для того, чтобы отторговаться, предложить наиболее выгодные условия и, соответственно, получить выгодный контракт, даже пусть это будет до 100 тысяч рублей, но исполнить и так далее. Продолжение следует...